Эфир телеканала УТРР продолжает программу «Народ и власть». Уважаемые телезрители, как всегда, с вами вместе моя коллега Жаннир Кехумар и Яшу Дин Саидов. Здравствуйте! Сегодня у нас такой праздничный, необычный выпуск, так как накануне празднования Международного женского дня, 8 марта, хотелось бы поздравить всех самых прекрасных наших телезрителей и всех казахстанок с этим праздником. Пожелать вам мира, счастья, здоровья, тебе тоже, Жаннирке. Мы сегодня целый день поздравляем наших девушек, которые с нами работают. Поздравляем! Сегодня у нас, конечно же, накануне 8 марта, в гостях, конечно же, представительница прекрасного пола Гульжан Насанбаева, она же начальник отдела миграционной службы районного управления полиции Хараттауского, департамент Шимкент, департамента полиции Шимкент, она же полковник полиции. Вообще у нас очень мало полковников, да? Здравствуйте! Здравствуйте! С праздником! Хотелось бы всех поздравить женскую половину нашего государства с наступающим праздником и пожелать самое главное крепкого здоровья, счастья, семейного счастья, благополучия. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот говорят же, женщины – это слабый пол. Вы работаете в полиции сегодня. Вот я считаю совсем наоборот. Женщины – не слабый пол, даже пол сильнее, чем мужчины. Вам сложно работать в коллективе? Я в органах внутренних дел уже 29 лет и скажу, да, женщины – не слабый пол. Девушки, которые работают в органах внутренних дел, отличаются тем, что они имеют очень твердый характер. Работать в такой системе женщинам, многие думают, что тяжело. Но по сравнению, скажу так, то, что у женщин очень огромное чувство ответственности. Чересчур. Да, и когда, как отметил глава государства, то, что женщины дисциплинированы, женщины ответственны, женщины знают свои обязанности. И за вот этот опыт, стаж работы, сколько я уже работаю в органах внутренних дел, действительно, девушки и женщины, которые работают в полиции, они очень жесткие, требовательные, ответственные. А дома? Должны постойки смирные? Нет, нет. Я хочу сказать то, что дома, наверное, любая женщина полицейская, которая приходит домой, она оставляет работу за дверью, и дома она мама, дочь, сестра, жена. Поэтому женщине это, наверное, присуще. Взять и переформатировать. Конечно, конечно. Гульжан Ханны, мне кажется, полиция мамандыгының айиладым батекзер пайдасығыңдай? Пайдасыңдай? Как сказать? Женщина, наверное, проявляет... Казахский жоу пересеңыз. А проблем? Для женщины, наверное, работающей в полиции, проявить себя как ответственного, наверное, сотрудника, это самое главное. Потому что вначале, когда любая девушка приходит в полицию, это кажется романтично, а потом в ходе службы уже каждой женщине, полицейским проявляется чувство настойчивости, требовательности, ответственности. Она понимает, что на нее возлагаются задачи, которые предусмотрены Конституцией, законами и приказами Министерства внутренних дел. Ну, как вы считаете, вот в вашей сфере, именно вы же курируете миграцию? Вопрос такой, вот до вас тоже происходили ваши коллеги, коррупционная составляющая, она снижена? На сегодняшний день, да. Я хотела бы отметить то, что сотрудники миграционной службы, да, мы большей частью работаем с населением, оказываем государственные услуги и зачастую напрямую контактируем с населением. Здесь хочу отметить кадровую политику нашего департамента в плане того, что целенаправленно проводится обучение. И перед нами ставятся конкретные задачи, то, что мы оказываем государственную услугу. Мы должны решить вопросы, которые предъявляют граждане и максимально помочь в решении всех их проблем. Поэтому здесь коррупционная составляющая, да, сказать, что ее нету, это, я думаю, что будет неправдой. Но в настоящее время сейчас сотрудники квалифицируются и позиционируют себя с очень ответственной стороны. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день коррупционный риск в миграционной службе, он снижается. Есть эта тенденция. Проехал гражданин Российской Федерации, нахожусь в Шенкенте уже четвертый месяц. Что мне нужно сделать? Скажите, пожалуйста, я просрочил регистрацию. При нарушении миграционного законодательства здесь граждане Российской Федерации и иностранные граждане могут находиться на территории Казахстана до 90 суток. Но обязательно принимающая сторона граждане Казахстана, которые принимают у себя этих иностранцев, в течение трех суток должны сделать уведомление, что к ним прибыл иностранный гость. Здесь конкретно по данному вопросу в отношении гражданина Российской Федерации будут приняты меры административного характера, потому что идет уже нарушение свыше одного месяца. Это 517-я статья Кодекса об административных нарушениях. Поэтому ему необходимо обратиться в миграционную службу. Сотрудники полиции проверят его пребывание на территории Казахстана. Если есть факт нарушения, то будет административная ответственность. В этот раз, в 2020 году, как этот человек занимался в Газахстане? Ну а когда ты делаешь это, то, что ты делаешь это, то ты делаешь это. В этом случае, когда мы находимся в городе, мы находимся в городе. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. с разрешением миграции? По данному вопросу вы можете обратиться в Центры обслуживания населения и смотря, какие установочные данные вы хотите поменять. Есть изменения установочных данных в связи с традициями казахского народа. Здесь убираются аффиксы ОФЕВ, ОВАЕВА, добавляется ОЛЭВ, КАЗА. То есть можно сделать? Да. А не скажется ли это на дальнейшем? При документах, документах, диплом? Нет, нет, это не сказывается. Не скажется, да? Нет. Гражданин потом может поменять, если он захочет привести в соответствие с удостоверением личности, он может поменять диплом или трудовую книжку, а миграционная служба выдает справку. Понятно. Как долго это все происходит? Изменения установочных данных рассматриваются в течение 10 дней, вносится заключение, после этого оформляется новый документ. У нас есть телефонный звонок, давайте ответим. А, сорвался. И здесь есть еще вопрос. Скажите, пожалуйста, в какие страны мы заезжаем с помощью ВИЗ? Граждане Казахстана, я так понимаю. Ну, по странам куда заезжать? Я прошу прощения, у нас телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Граждане Казахстана по ВИЗовым странам. Эту информацию можно получить на сайте Департамента консульской службы Министерства иностранных дел. И при выезде за рубеж безвизовые страны в течение месяца, где может находиться гражданин Казахстана, это Турция, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Россия. Ну, Россия безвизовая у нас, Узбекистан тоже. Страны СНГ у нас в безвизовом режиме граждане Казахстана могут заезжать. Я прошу прощения. У вас телефонный звонок, слушаем вас. Салим, я тебе там до утром, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Альтин Георгиевна. Альтин Георгиевна, здравствуйте. С наступающим праздником вас. В Донецке. У меня в хруппе коронарный инфаркт. А вы где? Сейчас у меня уже две дома, а так как я злобно, помогает мне церковь. А вы дома, да? И ночью кушать, потому что я вставать не могу. А вы дома, да, я так понимаю? Это не прокурор, который сидит. Это не прокурор. Еще текст праздника. Ногда умоляю и прошу прокурора просить. Мне тяжело, очень кончистен. А у меня, у меня, три дня у нас не было света. И вдруг ни с того ни с чего перестал работать телефон. Три дня я вызываю 165. Приходят все это полбеды, чтобы не заниматься у вас время. Приходят сегодня мастера. Товарищ прокурор, вы меня слышите? А это не прокурор, но оно вас слышит. А кто? Это представитель департамента полиции. Тем более, тем более, представитель, я не знаю, как вас зовут. Гульжанна Санбаева, она же начальник отдела миграционной службы. Смотрите, пожалуйста, можно ли издеваться над больным человеком, который стоит на одной ноге смерти? Ну, Валентин Георгиевн, давайте не будем в такой день, не будем пессимистами. Все у вас будет хорошо, дай бог. Не переживайте, все нормально. А по поводу вашей ситуации, я сегодня же после эфира свяжусь с прокуратурой и попрошу, чтобы они связались уже с вами. Итак, идем дальше. У нас есть, по-моему, телефонный звонок. Так. Салям, я цветы, где вы отырались. Сальвалось. Да, бізге, кабарласы, сурак келіп жатыр, егер де азаматынка тапсыратын болса, канша уақытта шығады? Да. Казахстан азаматының қабылдау, азаматын бақтарына сайкез, этникалық қазақтар, қандаст мәртебесін алған сон, үш әлдің ішінде азаматыққа қабылданады. Басқа елдің азаматтары бұрынғы азаматығынан шығып, азаматығы жоқ ретінде мәртебесін алған сон, Қазақтар, қағы жоқ ретінде азаматының қабылданады. Бұрын азаматын жық, өмініт үш әлдіңіз әлдіңіз әлдің үш әлдіңіз әлдіңіз қазақстандыққа ұлдар азаматының қабылданады. Вопрос пришел. Многие жители нашого города часто ездит за границу на заработки на несколько месяцев, иногда даже больше. Они обязаны или должны об этом уведомлять миграционным? Нет, они не обязаны уведомлять, потому что в соответствии с требованием Конституции гражданин Казахстана имеет право свободно выезжать из республики Казахстан и возвращаться в республику Казахстан. Нет, тут только что подсказывают, говорят, что сегодня уже в преддверии Международного женского дня, говорят, давайте не будем мучить девушек. И у нас осталось буквально несколько минут, и разрешите тоже от лица телекомпании УТРАР, от коллег, сделать вам небольшой подарок. Женешки, это тебе. Рахмет. О, Рахмет. Жен-ханым, это тоже вам, чтобы мы оставались всегда такожи красивой, и всегда были с нами. Рахмет. Рыбке поздравдаю. Көп Рахмет, достым, арптесым. Алысымызу білдиреміз. Енді, Гүлжан ханым, эфирсонында біздің күрімендерімізге айтарыңыз болса мархабад. Мүмкін, күттіқтағыңыз келетін шығар, күзгеншектерді. Күрметті аналар, күрметті арулар, сіздерді бүгінгі седінші науырзын мерам мен, құтықтаймын, үшін жүректен, құтықтаймын тілейтін. Көп Рахмет, сіздерге бақабад, бақыт, зұрдин саулы. Желаю всем нашым женщинам и девушкам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, женского счастья. Берегите себя, берегите своих любимых и оставайтесь всегда прекрасными и нежными девушками. Рахмет, сізге де осындайын харбала сәтте бізге улақыт тауып келгеніңізге. Алғыз мұзымыз біреген, үшін жүрекін, үшін жүрекін, үшін жүрекін. Рахмет. Ну, что скажем? На такой ноте, еще раз присоединяюсь ко всем мужчинам земного шара, которые сегодня уже бегают, мучаются, что же, как же удивить своих возлюбленых мам, дочерей, всех. Терпенье вам, удачи, на вас с праздником. Ну, а мы с вами прощаемся. До следующей недели. Всего доброго. До свидания. Я, хормет көрімен, алдағы демалыс күндеріңіз сәт төтсін келес аптада кездескенше. Аман болуыңыздар.